Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Геометрия 10 и 11 класса относится к заданию 868. Найдите эксцентриситет и напишите уравнение директрис гиперболы, заданное уравнением y равно k делить на x, где k – положительное число. Для того, чтобы ответить на вопрос задания, нам нужно знать параметры a, b и c, а эти параметры, которые характеризуют гиперболу, можно получить из канонического уравнения гиперболы. Для этого мы воспользуемся канонической системой координат. Получим мы ее, поскольку данная гипербола имеет центры оси симметрии бисектрисы 1-го, 3-го координатных углов и 2-го, 4-го, то тогда мы получим эту каноническую систему координат из системы координат x, o, y, если мы повернем ее, поворот, на 45 градусов. Получим систему координат x, штрих, o, y, штрих. Выглядит она так. И вот эти o, x, штрих являются вещественной осью гиперболы, o, y, штрих является мнимой осью гиперболы, и одновременно эти оси являются бисектрисами 1-го, 3-го квадрантов прямоугольной системы координат x, o, y. А точки пересечения вот этой бисектрисы o, x, штрих с гиперболой, с ветвями гиперболы, точка a1 и a2, это вершины гиперболы, и вот это расстояние a1, a2 и равно 2a. Давайте, во-первых, запишем, что вот у нас было уравнение y равно k на x, и при вот этом повороте на 45 градусов мы получим уравнение гиперболы такое x, x штрих в квадрате делить на a в квадрате минус y штрих в квадрате делить на b в квадрате равно единице. но и при этом запишем, что a1, a2 это 2a. Ну, тогда определим длину отрезка a1, a2. Для этого мы вначале определим координаты точек a1 и a2. Точки эти получены пересечения бисектрисы, которые имеют уравнение y равно x бисектрисы первого и третьего квадранта и самой гиперболы y равно kx. Тогда совместное решение даст нам координаты точек a2 и a1. Ну, если мы подставим первое уравнение во второе, то получим x в квадрате равно k, тогда x равно y равно корень из k, ну, плюс-минус корень из k. Вот так. Тогда точка a2 будет иметь координаты корень из k, корень из k, она находится в первом квадранте, а точка a1 будет иметь координаты минус корень из k, минус корень из k. Тогда отрезок a1, a2, его длина будет равна корню квадратному из корень из k минус-минус, значит, плюс корень из k в квадрате и разность y это корень из k плюс корень из k в квадрате. Тогда мы получим, ну, в каждой скобке это два корня из k в квадрате это 4k, под корнем получим 8k или это будет два корня из 2k, а тогда а будет равно корень из, ну, значит, учитывая вот это равенство, а будет равно корень из 2k. Теперь рассмотрим асимптоты. Асимптотами данной гиперболы являются бисектрисы. бисектрисы давайте запишем, что асимптоты асимптоты это бисектрисы OY и OX. Уравнение этих бисектрис, если мы в канонической системе координат будут Y' равно X' и Y' равно минус X' это уравнение бисектрис. Тогда отсюда делаем вывод, что, ну, уравнение бисектрис это Y равно B делите на A X, тогда B на A равно единице или минус единице. И тогда B равно также корню из 2K. Так, ну, и теперь A и B мы определили. Теперь нам нужно определить C. Ну, вспомним, что B в квадрате равно C в квадрате минус A в квадрате. Тогда отсюда C в квадрате будет равно A в квадрате плюс B в квадрате. Это будет равно 2K плюс 2K 4K. Это C квадрат. А C будет равно 2 корня из K. Ну, все, теперь мы можем определить эксцентриситет. Он равен C делить на A. C 2 корня из K. А это корень из 2K. Разделим, получим корень из 2. Теперь нам нужно составить уравнение директрис. Ну, для уравнения директрис мы определим X' точку, координату X точки, в которой директриса пересекает ось Х' она будет равна по формуле А в квадрате делить на С. Это будет 2K делить на 2 корня из K. Это будет равно корню из K. Значит, уравнение директрис в прямоугольной системе, в канонической прямоугольной системе Х' О Y' будет Х' равно минус корень из K и Х' равно корень из K. А нам нужно получить уравнение в прямоугольной системе координат Х, О, Y. Тогда вспомним, что такое директрисы. Директрисы – это две прямые перпендикулярные ось Х' Х'. мы рассматриваем Х' О, Y'. Вот так они проходят. И вот это точка D, вот это расстояние О, D, и есть вот это их Х'. Тогда для того, чтобы определить координаты точки D, определим мы их из того, что ну вот это О, D равно у нас Х''. Тогда отсюда, чтобы определить координаты Х, Y точки D, Х в квадрате плюс У в квадрате будет равно Х' в квадрате, но учитывая, что на бисектрисе О, Х' Х и У равны, то мы получаем 2Х в квадрате равно Х' в квадрате отсюда Х в квадрате равно Х' в квадрате делить на 2, а Х, как, впрочем, и У, равно так, будет равно Х' на корень из 2, то есть это будет равно корень корень из К делить на 2. Так, значит, мы определили координаты точки D. Давайте запишем, точка D имеет координаты корень из К на 2, корень из К на 2. Теперь нам осталось найти уравнение директрисы. Давайте запишем уравнение директрисы будет иметь такой вид. Поскольку это прямая, то тогда мы ищем его в виде у равна К х плюс м. Но учитывая, что это прямая параллельная бисектрисе 2-4 квадранта, то это будет у равна минус х, а вот этот параметр м мы можем определить. Определить мы его можем, если подставим координаты точки D в это уравнение, тогда получим... Ага, тут одна точка системы нет. Подставляем корень из К делить на 2 равно минус корень из К делить на 2 плюс м. Тогда отсюда м будет равно 2 корня из К делить на 2. Ну, 2 на корень из 2, это будет корень из 2, или просто так, вот так, корень из 2 К. Тогда уравнение директрисы будет иметь вид вот так запишем, будет иметь вид у равно минус х плюс корень из 2, из 2, К. Ну, а также вторая директриса, ее уравнение будет равно у равно минус х минус корень из 2, К. Тогда наши ответы, давайте их выделим. Вот это эксцентриситет, а вот это два уравнения директрис. Задание выполнено, и если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.